Запеченная свинина с картофелем, сочный жареный минтай. Эти слова у многих мгновенно пробуждают аппетит, но только не у Александры. Уже 8 лет она вегетарианец. В один момент девушка поняла, что блюдо на тарелке еще недавно было живым существом и наотрез отказалась от мяса. Кроме того, новая привычка заставила пересмотреть и образ жизни. Когда я отказалась только от мяса, но ела молочные продукты, яйца, рыбу, здесь по большей части никаких изменений в здоровье это не принесло. Но когда ты полностью переходишь на полноценное растительное питание и начинаешь больше заниматься спортом, следить за своим питанием пристальнее, то это, конечно, хорошо влияет на здоровье. Не видит вреда в такой диете и Елизавета. Для нее отказ от мяса не только порыв гуманности, но и возможное решение экологических проблем. Животноводство – это один из основных ударов по нашей экологии, потому что врубаются леса, создаются пастбище на их местах, выделяется много углекислого газа и метана, которые нагревают нашу планету. Без мяса Елизавета уже 6 лет. Она, как и Александра, подмечает лишь пользу. Кстати, многие врачи-диетологи ничего против такого питания тоже не имеют. Надо, конечно, думать о том, чтобы рацион был максимально сбалансирован, то есть составлена своя пирамида питания. Можно питаться и с животной пищей несбалансированной, иметь кучу болезней. Можно и вегетарианцем быть тоже несбалансированно питаться. То есть здесь уже зависит все от того, насколько человек заинтересован в том, чтобы сохранить свое здоровье. Вот только стандартная продуктовая корзина вегетарианцев заметно дороже обычной. И полезны ли импортные овощи и фрукты – тоже вопрос. Так или иначе, сегодня всемирный день без мяса. Отмечать его или нет – решать только вам. Анастасия Бертенева, Ирина Харитон, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости.